И с другой стороны, то есть это текущая конфигурация, обратите внимание, на сайтах, когда мы выбираем сайты, у сайтов есть то же самое, да? Те же параметры, они наследуются сверху. Я могу зайти в Default Document, я увижу Игорь.htm, я могу сказать, я еще хочу Игорь.php. Ну почему нет, да? Теперь у меня два, две как бы конфигурации, общая, централизованная и дополнительная. Я всегда могу, обратите внимание, вернуться к батовой конфигурации. То есть вам не надо сносить конфигурацию или сносить сайт, если вы там что-то перекрутили, намудрили и так далее. Получилось, кстати, демент смигрировать? Не, ну это лучше же демент. Ну что там, да там три часа работы. Да, ну спасибо. Главное, доку прочитать, и все, но за три часа не успеют. Не, мы запланируем это на неделю, и в выходные включили, и все. Давайте на поедине запланируем. Там единственное обнимание, как ввести машины в новый домен, да, там, обратите внимание, там опция, перегрузить их в два. Откатиться к старым настройкам старых параметров, то есть все это присутствует. Все те же названия, что-то могу запретить, например, здесь directory browsing я разрешу, или запрещу тоже, то есть все это могу сделать. Обратите внимание, когда мы работаем уже с сайтом, то у нас есть, во-первых, возможность кнопочек explore, у нас есть возможности, связанные с редактированием разрешений на сам веб-сайт и его security folder. Обратите внимание, группа EIS и EUSER, куда входит наш EUSER, имеет права на RIS всегда. Вот такая универсализация названий доступа. Дальше, все байдинги, да, байдинг, какой тип, какой IP-адрес, какой порт, и хостнэм, если мы на одном IP-адресе, одном системе планируем хостить много вражений. Мы можем добавить, можем отредактировать много, причем, видите, в байдинге есть HTTP и есть отдельный HTTPS. Видите, как все просто включается, и теперь... Таковы люди, да, входят, все равно не забудем всех, кто кудрячий. Я хочу попросить байдинг, я же подошел такой большой байдинг, я, менеджер такой-то, обращайтесь ко мне по таким-то вопросам. Я, менеджер такой-то, обращайтесь ко мне по таким-то вопросам. Собственно, я только что, ничем не рискуя, прописал и HTTP, и HTTPS. Далее. Все параметры, как бы, настройки, да, и параметры сайта basic setting. Default website работает в определенном application pool, его данные хранятся в определенном каталоге. Connect as работает через application user. Просмотр аппликаций, приложений, которые на нем сейчас исполняются. Просмотр виртуальных директорий, которые у них есть, то есть ничего у него нету. Все как положено, да, там, рестарт веб-сайта. Броуз, сразу можно проброузить. Ну вот, пожалуйста. Ну, мы броузим-то, скажите, нельзя. Не, вот броузим-то сейчас. Да. В смысле, HTTPS какие-то. Ну, если ты приходишь, не задумывайся, HTTPS, например, на HTTPS. Не, сейчас, ну, не, сейчас нету вообще, то есть ни то, ни другое не броузится, все броузим. Во внешнем. Да. А HTTPS нету, сейчас, сейчас HTTPS броузинг есть по-другому, я расскажу. Ничего не работает сертификат, потому что он предлагает нам проброузить localhost. Я говорю, continue, ok. О! Это новый ИС, обратите внимание, даже есть заметно. Написано, добро пожаловать, да? Я сказал вопрос, нет. Чего? Я сказал вопрос, нет. Чего? Я сказал вопрос, нет. И так далее. И мы там стараемся догнать и перегнать многие страны, то уже можно говорить о тэш ласкало кроссе. Хотя, с другой стороны, вы знаете, что идет отрицательный хитбэк обо всех наших мероприятиях и всех наших, ну, не знаю, кто это вы, лично жалуетесь или не вы, но все ставят, типа, все плохо относительно маркетинговых материалов на украинском языке. Вот, куда не придешь, какие анкеты не посмотришь, все говорят, маркетинговые материалы нужны, да, типа, русский, 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 русский. Что? Непривычно. Непривычно? Да то ж треба сполковатись, а! Он наконец нам почитал. Старший? Да. Мы для этого вам выпустили специальный словарь от главы Украины. Например, а ты его читал, это слово? Конечно, честно. Честно говоря, мне после трех-четырех подращений к словарю, я его положил на полку подальше, а он не позже кому-то подарил. А, рассказать, кому можно этим словарем ударить? Прямо. А вот этого мальчика бородатого с такими бакенбардиками, которого зовут Володя Кинг, который заходит, он занимался этим словарем. Я ему передал, но... Честно говоря, ты знаешь, сколько он меня выдержал украинского армиста? Три часа. После этого я взял и поставил английский номер. А я даже не включал ее. У меня язык установлен, но я и не включал. У меня он, кстати, нормально же был. Ну... Кто даже учился? Простите, кому что нравится. Живет там, может быть, живет, он работает. Вот так. Он живет своей внутренней жизнью, ладно? Он живет, так. На другую. На другую. На другую, да. Да, то есть... На другую. Так, вот, собственно говоря... Подождите, а где же я ставил язык? Не язык, а аутентификацию. Сейчас мы посмотрим. Аутентификация новая появилась? Нет. Вот это аутентификация. Когда новые модули, приходится делать вот такой рестарт, да? Ну, он подтягивается миноверно. Э-э-э-э. Наход в сервере. Я же сюда добавил Windows аутентификацию, правильно? Да. Он здесь может быть. Нет. Ну, он стоит, стоит. Понятно? Что? О, появилась. Обратите внимание, Windows аутентификация disabled, да? На сайте, например, я говорю, аутентификация. Enable. Response Type. 401-я ошибка. Advanced Settings. Использовать Kernel Model Authentication или использовать User-Based Authentication. Все это у нас здесь вводится. Advanced Settings. Можно у кого-то запретить, кому-то разрешить. Все это есть, да? Теперь о плохом или хорошем рассматривайте как угодно. Теперь я вам покажу обратную сторону. Чего там у нас? Как это? Да. Насколько глубока это крылячья нора. Да, вот так это в оригинале звучат. Если ты пойдем со мной, если ты хочешь, я тебе покажу, насколько глубока это крылячья нора. Это файл конфигурации Ease. Причем я начал вам показывать с простого. Это файл конфигурации веб-сайта. То есть у нас есть веб-сайт, мы в нем сделали несколько изменений. Какие изменения мы в нем не внесли? Мы ему сказали, окей, разрешить в качестве дефолт документа Игорь.php. Мы ему сказали, что directory browsing enabled failed. Помните? Мы еще можем зайти и сказать, что аутентификация у нас enabled. Она на уровне сайта. Все эти вещи, изменения сразу же происходят на сайте. А, я иной, давайте считаем. Вот так. Имею право. И где? Время принесли. А, не-не-не-не, все нормально, я сейчас покажу тебе. Это неудачный был пример. В чем идея? На самом деле веб-сайт, видите, такой бедненький и несчастный. Вся основная штука находится вот где. System32. Ну, из 64-битный, не пугайтесь, это просто для совместимости с предыдущими версиями по привычке в пути. Да, то есть, configuration. И, обратите внимание, здесь есть несколько файликов. Есть administration, application host, redirection. application host, redirection, redirection, redirection.